Когда у них есть поклонники, они чувствуют себя обязанными ссылаться на то, что они видели в комиксах. Но также раскрывать что-то новое и нарушать определенные правила, чтобы привнести неожиданные элементы в жизнь фанатов. Льюис — это наш седьмой или восьмой фильм о людях Икс, если считать фильмы о Росомахе. Так что к седьмому или восьмому или восьмому, я думаю, вам нужно сделать что-то, что будет выглядеть свежее и масштабнее, чем то, что было раньше. Это кульминация всех фильмов, которые действительно приближаются к этому моменту. В некотором смысле это фильм о людях Икс, которого люди ждали долгое время. Одна из вещей, которую мы сделали с Days of Future Past — это изменили временную шкалу, потому что в предыдущих фильмах о людях Икс. Мир узнал о мутантах только в Икс мужчины номер один в начале 2000-х годов. В Days of Future Past, благодаря элементу путешествия во времени, мы изменили правила. Мы изменили реальность с 1973-го года и далее. Что вы помните последним? Мы как бы перемещаемся во времени, так что я могу либо перенести вселенную в новые места, либо мы говорим о неизменности времени. То, как оно как бы хочет вернуться туда, где ему когда-то было место. Так что, возможно, это на самом деле приквел к Людям Икс-1, Людям Икс-2 и Людям Икс-3. Так что это своего рода игра, в которую мы играем, и в которую на самом деле никто никогда раньше не играл. Как всем известно, существование мутантов было впервые открыто во время Парижских мирных соглашений после войны во Вьетнаме в 1973 году. Когда мы вернемся в 1983 год, мы окажемся в мире, который долгое время принимал мутантов, даже в какой-то степени прославлял их и фетишизировал. Мутанты присутствуют во всех сферах жизни, живя интегрированной жизнью в нормальном человеческом мире. Они все еще ненавидят и боятся нас. Просто это труднее заметить, потому что они относятся к этому более вежливо. Это школа для одаренных людей. Я думаю, Хэнк сильно повзрослел за эти 10 лет. Он сейчас как бы в своей лаборатории создает все свои гаджеты и штуковины. Я думаю, что он вполне счастлив, знаете ли. Чарльз в хорошем расположении духа. Дела в школе идут очень хорошо. Я думаю, ему нравится быть учителем и быть рядом с детьми. Это такие счастливые дни. Увидимся и с вами тоже. Это может немного покалывать. Дни минувшего будущего стали для нас таким большим шагом вперед, соединив два актерских состава. Чарльз. Чарльз. Мы управляем как прошлым, так и будущим, в некотором смысле переписывая ландшафт. Думать об этом очень сложно. Как мы собираемся расширять вселенную дальше? Все началось с вопроса. В чем проблема? В чем конфликт? В чем угроза фильма? Очень быстро мы добрались до Апокалипсиса. Потому что он самый могущественный мутант, который когда-либо существовал во вселенной Люди Икс. Это так сильно отличалось от других фильмов о Людях Икс, и кроме того, Апокалипсис такой сильный и сложный персонаж. Именно Луиза Симонсон создала этого персонажа. Это было ее заданием придумать нового суперзлодея. И каждый новый писатель, каждый новый художник комиксов приходил и создавал свою собственную версию Апокалипсиса. И поэтому, когда пришло время снимать фильм с Брайаном Сингером и Саймоном Кимбергом, тот факт, что мы собирались сделать нашу версию этого, я подумал, это было такое веселое испытание. Я думаю, что многие люди хотели увидеть, как Апокалипсис воплотится в жизнь во франшизе Люди Икс, и это наконец происходит. Я большая поклонница Людей Икс, и я выросла, зная комиксы и любя мир, и, конечно же, фильмы. Поэтому я была очень взволнована тем, что они включили сюжетную линию Апокалипсиса. Апокалипсис — это тот, кто пережил тысячелетия и различные цивилизации. И он вернулся к Оскару. По-моему, он один из лучших актеров в мире. Некоторые из его речей, его Апокалипсис просто фантастичный. Вы можете пускать свои стрелы с Вавилонской башни, но вы никогда не сможете поразить Бога. Он был бы там в такую жару каждый день, под всем этим гримом и в таком снаряжении, а потом пытаться действовать, проявлять эмоции, быть неотразимым, убедительным и командующим. Это действительно сложно, но он великолепен. Костюм Оскара было невероятно сложно сшить. Во-первых, мы начнем с этих очень подробных эскизов костюма. Затем все ткани, которые он носил, были созданы специально для него. У них было 13 движущихся фигур. Все эти слои накладывались друг на друга, чтобы придать картине очень сложный вид. Она была напечатана в трехмерном формате. Там были рукавицы, там были перчатки, там были леггинсы, там были дикие ботинки, нагрудный элемент. Мы хотели, чтобы он физически чувствовал себя крупнее других людей в фильме. Мы хотели, чтобы он выглядел таким древним, мифическим, богоподобным. И все это немного более научно-фантастично и радикально, чем то, что мы делали в фильмах на сегодняшний день. И еще экшн. Одной из задач, с которой пришлось столкнуться производственному отделу Легаси, было создание этой фантастически выглядящей брони, которая выглядит тяжелой, металлической, прочной. Но сделайте так, чтобы костюм быстро надевался и быстро снимался, чтобы он был как можно более крутым, все необходимое для того, чтобы в нем был человек. К тому же это был очень неудобный костюм. Оскару постоянно было очень жарко, поэтому ему подавали холодную воду по трубкам. Всякий раз, когда мы заканчивали снимать какой-нибудь эпизод, у нас был кто-нибудь с полным баком холодной воды, к которому мы подключали его. По сути, у меня была съемочная группа, и они просто приходили и пытались снять это в перерывах между дублями. И они так быстро справились с этим. Доброе утро. Как дела, приятель? Все хорошо. Все хорошо. Грим, в котором он снят, просто невероятен. Это потрясающе и пугающе. Он выглядит устрашающе и по-настоящему мощно, и с ним легко работать, понимаете? Вы определенно волнуетесь, когда Оскар присутствует на съемочной площадке. Для создания образа Апокалипсиса я, очевидно, сначала обратился к комиксу, а затем попытался создать ощущение о гриме, который мог бы подчеркнуть игру Оскара Айзека. Это протез из шести частей, с накладывающимися друг на друга черепными крышками и головными уборами на лицевых частях, так что он интенсивный. Все протезы для Апокалипс состоят из силиконовых лицевых частей, так что вы можете сделать их очень тонкими. Они очень гибкие, поэтому двигаются вместе с ним и передают мельчайшие детали любых его движений, так что он может действовать и через них. Гримерша проделала невероятную работу. К концу работы у нас ушло около часа на то, чтобы нанести макияж и снять его, а на первый день все началось в четыре часа. Цвет кожи был действительно завораживающим, потому что в области макияжа мы обнаружили, что в зависимости от того, при каком освещении вы наносите макияж. Он полностью меняет цвет персонажа, так что я думаю, что это придает персонажу интерес к сложности. И я не думаю, что это придает комичность. В этом фильме каждый раз приходится как бы повышать ставки. И злодеи должны быть крупнее, качественнее и злее. Я думаю, что он там есть. У нас на съемочной площадке было много интерактивных, больших, ярких молний, которые получались невероятно яркими. Всякий раз, когда она выходила, можно было сказать, что мы вот-вот начнем снимать ее, потому что вся съемочная площадка освещалась вспышками. Все дело в том, чтобы попытаться поставить хореографию, особенно молниеносную, потому что это похоже на трехкоровое соревнование. Все происходит так быстро, что вы не можете просто снимать кадр за кадром. Вы должны показывать это в непрерывном движении. В этом фильме есть кадр, где она летит вниз по разряду молнии. Это поворотник, и вы пропустите этот момент. На самом деле это она. Вы увидите ее силуэт, приближающийся в свете молнии. Это отличный героический снимок. Вы знаете, что можете убить всех, кто находится в этой комнате. Вот почему, когда вы входите, это так. Это больше похоже на Джей. Я держу тебя за руку. Псайлок была интересной личностью, потому что на самом деле это было очень запоздалое решение. Оно было принято на очень позднем этапе процесса. И как одна из всадниц, но просто уникальный персонаж, она обладает огромной силой. В какой-то момент мы как бы предположили, что похищение Чарльза будет квалифицироваться как четвертый всадник. Но в конце процесса мы просматривали финальную часть фильма и тот факт, что пирамиду нужно защищать. И вдруг мы подумали, ну вот их четыре. Сторон пирамиды, а не три. Ему было бы полезно иметь четырех человек, которые могли бы его защитить. Мы потратили много времени, просматривая интернет и спрашивая, что бы вы хотели увидеть в фильме об апокалипсисе. И мне показалось, что самым популярным выбором была Псайлок. И мы с Брайаном пришли от этого в восторг. Оливия Манн была буквально первым человеком, о котором мы подумали. И мы подумали, что это, вероятно, не тот человек, которого нам удалось заполучить. Но, к счастью, она большая поклонница Людей Икс и была действительно взволнована перспективой сыграть эту роль. Она обожает комиксы, и ей очень понравилась героиня Псайлок. Каково мое положение? Здравствуйте. Она надела парик, чтобы соответствовать моим природным пристрастиям. Этот цвет вам очень идет. Спасибо вам. Я знаком с лавандовыми дамами и с лавандой. Сейчас 80-е годы, когда много красок. Ангел мой. Что я хотел сказать, так это то, что Оливия рассказала мне больше о Псайлок, и я узнал о Псайлок больше, и это было действительно полезно. Так что приятно, что в моем фильме играет настоящий фанат. Это самая крутая вещь, которая когда-либо случалась со мной. Это большая честь для меня, и она очаровательный персонаж. Она телепат, мутант с телекинезом. И у нее есть удивительная способность создавать что угодно силой мысли, которую она использует, когда создает свой меч рукой. Как только я постучусь и вернусь, она будет такой. У Оливии есть множество тщательно продуманных боевых сцен, некоторые из них довольно опасные, а также множество трюков, которые она хотела бы выполнить сама. Так что она очень усердно тренировалась боевым искусством, фехтованию на мячах и многим другим вещам. Я никогда раньше не занималась фехтованием на мячах. Я начала заниматься фехтованием на шпагах, а затем тренировками по канату и трюкам. А затем пошла заниматься тэквондо, каратэ и боксом. И поэтому, когда я не на съемочной площадке, у меня есть около шести-шести с половиной часов постоянной тренировки. Она работала без остановки с тех пор, как приехала сюда, занимаясь своим видом работы с лезвиями. Я имею в виду, что вначале этого просто не существовало, а теперь она такая. Смотрите, я тоже умею бить наотмашь. И она словно перебрасывает самурайский меч из руки в руку. Это смесь ее физического самурайского меча, которым она иногда любит пользоваться, и ее псионического клинка. По частям. А в случае со Скоттом, я представлял себе Джеймса Дина, как молодого Джеймса Дина, который играет роль резины без причины. И вот мы ищем кого-то похожего на него, кого-то, в ком была бы такая тихая ярость. Я видел несколько фильмов, в которых снялся Тай Шеридан. Я встречался с ним. Я обнаружил, что для своего возраста он невероятно умен, задает правильные вопросы о характере и мотивации. И поэтому я подумал, что он мог бы изобразить очень буйного, очень сердитого молодого циклопа. Когда я вошел на съемочную площадку и посмотрел на крестик на полу, меня это по-настоящему поразило. Тай как бы показывает, что Скотт уязвим, напуган, но в то же время не хочет показывать, что Скотт в некотором роде напуганный мальчик. Он новичок в школе и просто хочет, чтобы все уважали его и равнялись на него. Но он не может быть таким человеком. Я помню, как в первый раз, когда я встретил этого парня, он напомнил мне моего собственного младшего брата того же возраста. Так что мы сразу же нашли общий язык. Я думаю, что одна из самых больших проблем в этой роли заключается в том, что приходится много играть лицом, потому что ты не видишь своих глаз. Я бы сказал, что значительная часть моей актерской работы связана с этим. Я здесь. Когда вы даете персонажу темные очки, чтобы он носил их на протяжении всего фильма, это очень-очень-очень сложная задача, особенно для молодого актера. Так что одна из особенностей Тая в том, что у него очень выразительное лицо. У него очень выразительный рот. И поэтому эти вещи помогают, когда вы забираете одну из них. Мы хотели сделать что-то, что сильно отличалось бы от Фамка. Она в некотором роде изгой среди отверженных, так что ей некуда деваться. Я ужасно большой поклонник «Игры престолов». Мне всегда нравилась Софи Тернер. Я подружился с ней благодаря нашему общему другу, и я подумал, что из нее получился бы просто идеальный молодой человек. Ее талант, ее внешность — это был просто правильный подбор актеров. Она пришла на прослушивание и просто поразила нас. Я имею в виду, что это было бесспорно. На самом деле там был монолог о том, как она впервые почувствовала свои силы, и как это было страшно, и как на самом деле было в тот момент, когда умерла ее мать. Мне было 10 лет, когда до меня начали доноситься голоса. В первом классе я подумала, что все дело в плохих напитках. Это происходило ночью, но потом стало происходить и днем. В школе, на уроках. Я думала, что схожу с ума. А потом я попыталась взять себя в руки, но от этого стало только хуже. И вот однажды мы с мамой возвращались домой из школы, и я залезла ей в голову. Я не хотела этого делать, но я это сделала. И она потеряла контроль над машиной, врезалась в дерево и почувствовала все, что чувствовала в момент своей смерти. Я услышала ее последнюю мысль, а затем... А потом я проснулась. Я только что вспомнил, что осматривался по сторонам. Там было много взрослых, которые были просто ошеломлены, наблюдая, как она это делает. Я посмотрела все фильмы, и когда я была совсем маленькой, мои братья всегда читали комиксы. Так что я всегда брала пару их комиксов и читала их. А Джим всегда был моим любимцем. Вы научитесь контролировать свои планы. И когда вы это сделаете, вам нечего будет бояться. Большую часть моих работ я делал с Софией, и она проделывает потрясающую работу. И Чарльз, в истории Людей Икс, у него действительно очень глубокая связь с ней. Он понимает, как тяжело обладать силой, которую они разделяют. Он был очень близок с ней, очень заботился о ней, и относился к ней по-отечески. Фанатам было интересно познакомиться со всеми этими новыми персонажами. Что приятно видеть со всеми этими актерами, так это то, что вы можете видеть, как много значит для них участие в этом проекте. И они действительно усердно работают. К счастью, у нас есть, на мой взгляд, лучший актерский состав, который вы могли бы собрать для чего-то подобного. Так что мы были одарены невероятными инструментами и невероятным лидером в лице Брайана Сингера, который как бы помогает сделать так, чтобы эти истории продолжали развиваться. Снимайте. Я буду поддерживать нас в курсе событий. Что вы скажете, если мы возьмем этого синего парня на небольшую экскурсию? Я уверен, что где-то поблизости есть торговый центр. А что такое торговый центр? Одна из самых забавных вещей, которые мы сделали в этих фильмах сейчас, заключается в том, что мы сняли их в тот период. Люди Икс, первый класс, очевидно, был фильмом о 60-х годах, и действие происходило именно там. В днях минувшего будущего прошлая часть была 70-ми, а сейчас в самом разгаре 80-е. Мы полностью перешли к 80-м. Во внешнем виде, ощущениях и атмосфере, в музыке, во всем, что связано с этим. В основном, эта проезжая часть длиной 300 футов. Я нанял в качестве художника-постановщика Гранта Мейджора, который снимался в фильмах «Властелин колец». Я никогда раньше не снимался в фильмах «Человеке Икс», и, конечно же, это часть очень успешной франшизы. Так что мне пришлось многое взять на вооружение с точки зрения того, что было создано на данный момент. Потому что мы воспроизводили некоторые из миров, которые были созданы ранее. Здесь довольно сильно пахнет стариной. Это просто партитура или музей. Особняк Икс в фильмах «Люди Икс» действительно культовый. Это действительно центр всего мира «Люди Икс». Мне была предоставлена возможность придать ему вид 80-х годов. Особняк выполнен в двухцветной гайме. Потому что особняк олицетворяет одновременно безопасность и тепло для мутантов, о которых так мечтает Чарльз Ксавьер. Так что в нём есть что-то тёплое, красновато-золотистое. А потом, когда вы спускаетесь вниз в церебро, и видите, как работает особняк в стиле научной фантастики, вы видите что-то вроде сине-белого и прохладного, но нейтрального варианта. И это то, что было установлено уже давно. Мы хотели построить увеличенную версию «Икс Мэншен», из-за чего нам в Монреале пришлось пробить дыру в звуковой сцене, взять две звуковые сцены и склеить их вместе. Чтобы у нас была библиотека, несколько уровней и всевозможные другие вещи. А камера могла перемещайтесь по этим локациям. У вас будут такие коридоры, что вы даже не заметите, как перейдёте на следующий этап. А потом у вас появятся совершенно другие помещения в доме. Перейдём к «Quick Silva Time», и мы увидим, как он пытается спасти всех в особняке, но в то же время он медленно взрывается. Это дало нам возможность увидеть высокоскоростную версию того, как выглядел бы взрыв в «Quick Silva Time». Так что на самом деле это был самый сложный эпизод в фильме, как с точки зрения съёмки, так и с точки зрения компьютерной графики и визуальных эффектов. Этот эпизод был очень, очень тщательно предварительно визуализирован. Брайан Смурс и Мэтт Слоун, который руководил работой второго подразделения, в основном придерживались этой дорожной карты. Это «Quick Silva» на стероидах, только гораздо крупнее. Я думаю, что мы уложились примерно в 2-2,5 минуты. В днях минувшего будущего это было 32 секунды. Вы находитесь внутри особняка, в библиотеке, на лужайке и у бассейна, и вы швыряете людей во все эти разные места, получая они избавились от этого мощного взрыва за 1-2 часа или меньше. Это довольно сложный процесс. На съёмки ушло полтора месяца. Эван Питерс работал над этим эпизодом 17 дней. Для нас это в некотором роде волнующий день. Мы собираемся сделать многоступенчатый взрыв с 3200 кадрами на вторую камеру, движущуюся со скоростью примерно 55 футов в секунду, что означает, что у меня есть 2,5 второй секунды, чтобы попасть внутрь героическая часть взрыва. Мы начинаем. И 3, 2, 1, начинаем. Мы надеемся, что наша камера будет двигаться со скоростью около 90 миль в час, когда она будет проходить через зону взрыва. И у нас есть несколько десятков миллисекунд, в течение которых мы будем в безопасности. Таким образом, камера должна быть защищена, и мы должны быть осторожны с обломками. Вы видите, как этот огромный огненный шар летит по коридору и взрывается на книжных полках и тому подобном. Это просто потрясающе. Три, два, один, вперед. Большое вам спасибо. Спасибо. Отличная работа, ребята. А затем несколько слоев визуальных эффектов. Убираем мусор, собираем книги. Взрывающийся аквариум — это полностью визуальные эффекты, потому что нам пришлось изменить направление движения рыбы и воды. На экране. Приготовьтесь к съемке. Все присутствующие. Колин Фаленвидер, который удваивает Квик Силва, на мой взгляд, является одним из лучших специалистов в мире по работе с проволокой. И знать, как это исправить и заставить работать, когда это может и не сработать. Колин проделывает потрясающий трюк, когда он снова бежит по стене, и это просто потрясающе. Я не знаю, как ему это удается. Можем ли мы попросить кого-нибудь в зеленом костюме побрить ему голову, а я буду стоять вот так рядом. Мы пойдем правильно. Ни за что. Это ведерко для гольфа профессора Икс. Вы называете его Икс-Жук. Несмотря на то, что я всего лишь немного снимаюсь лысым в фильме, мы все равно должны уважать культовый характер его образа. Так что я рад, что наконец-то добрался до места назначения со своей головой. Патрик. Они говорили, слушай, может ты просто наденешь шапочку на лысину? И мы подумали, да, мы могли бы носить шапочку на лысину, но шапочки на лысину всегда выглядят плохо, не так ли? Это сближает. Так что мы пошли в трейлер, а потом пообщались с Патриком Стюартом по фейстайм. Патрик, кто это? Это Брайан Сингер и Джеймс Макэвой. Мы собираемся сбрить Джеймсу волосы. Настал тот самый момент, Пол. А Патрик случайно оказался у своего компьютера. Почему бы вам не сохранить побольше фотографий и не отправить их мне? Я мог бы этим воспользоваться. Итак, мы поднимаем мой айфон так, чтобы Патрик Стюард мог наблюдать за нами, ну, на самом деле наблюдать, как Джеймс бреет себе голову. О, да. Пойдемте прогуляемся. Спасибо, детка. И он сидел там, дал нам свое благословение и пригласил меня в клуб Кроум Доум. С каждым выпадающим кусочком мои силы возрастают. Вы когда-нибудь делали это раньше? На самом деле, да. Как только я продолжу, у меня все получится. Но это первый раз, когда я делаю это трезвым. Я чувствовал, что это действительно правильно. И, вероятно, именно в этот момент я почувствовал, что он передает мне эстафетную палочку. Он словно передавал мне ножницы для стрижки волос. Как вы думаете, мне стоит остричь волосы? Вы выглядите потрясающе. Как вы себя чувствуете? Я наконец-то начинаю понимать, каково это, когда тебя используют. Разница в том, что я выглядел так же, когда мне было 19 лет. Это было довольно круто. Спасибо вам за то, что вы это сделали. Какая честь для меня. Я рад вас видеть. Спасибо вам, Патрик. И еще. Спасибо вам. Пока, ребята. Будьте здоровы. Все в порядке. Я люблю вас всех. Отправьте это Патрику Стюарту. Извините. Я такой забавный. И я. На самом деле мы не слышим, что здесь происходит. Так оно и было. Вот так. Вау. Мы будем стрелять? Мы люди Икс. Забудьте все, что, как вам кажется, вы знаете. Все это так. Неважно, чему вас учили ваши родители. Забудьте об этом. Какие бы уроки вы не усвоили в школе. В школах учат работать руками. Все это больше не имеет значения. Ты мой самый любимый. Вы не студенты. Вы больше не дети. К сожалению. Вы люди Икс. Да, поехали. У меня есть находка. Очень хорошо. Очень хорошо. Вы действительно собираетесь участвовать во всех этих убийствах и разрушениях? Это все, что я когда-либо знал. Это был крайне незначительный удар. Нет, это не так. Вы просто забыли. Вы любите фильмы? Немного. Вам нравятся Люди Икс? Я обожаю Людей Икс. Мне очень жаль. Мы закончили. Спасибо вам. Что, черт возьми, я пропустил? Кто он такой? Я рад, что мы вместе. Вы Макс Дюшлапин? Да. 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 Что вы делаете? Я наблюдаю за баром Розанна. Ничего себе. Все получилось хорошо, не так ли? Отличная работа. Да, спасибо за информацию. Спасибо, хорошо. Я здесь. Давайте убираться отсюда. Снято. Я думаю, что я просто сам по себе. Я похоронил это вместе со своей семьей. И теперь я с этим парнем. Голубым парнем. Прикоснитесь к нему. Кстати, это красивый сиреневый свитер. Смотрите, у вас также появились новые модные цифровые часы. Это обесценивает то, что мы делаем. Вы и ваш пуховик быстро обесцениваетесь. Хорошо, давайте сделаем это. Вот мое послание миру. Вы по-настоящему взрослый человек. А где Мэтью? Мы не знаем. А вы знаете? Нет. Кто-нибудь знает об этом? На что вы смотрите? Проверьте его в Facebook. Начинаем действовать. Подождите минутку, я дам вам ключ от протокола. Сейчас же спускайтесь вниз. Сейчас же спускайтесь вниз. Что? Извините, я наступила вам на ногу. Это даже не ваш палец. Джеймс, каким будет язык вашего тела? Он должен быть плавным, открытым и в то же время манящим. Но это ясно говорит о том, что вы не можете оскорблять меня. Джин. Джин. Билли Джин. Меня зовут Курт. Это Курт. Курт. Это Вагнер. Это Вагнер. Это Вагнер. Это Вагнер. Это Вагнер. Добро пожаловать. Он мой незаконнорожденный сын от своего отца, в то время как он родился только сейчас. О, так вы тоже, Эйзел? Это здорово. Все в порядке, мальчик. Прощай, Альтрон. Мне нравится ваше тело. Я тоже люблю своё тело. Каждый вечер по вторникам. И я думаю о вас. Он мне нравится. Он просто обалденный. Он просто обалденный. Он просто обалденный. Он просто об Я чувствую себя прекрасно.